Мы присутствуем с вами на совершенно уникальной выставке. Здесь перед нами ожил Алексеев, который был забыт многие годы. И сейчас он возвращается к нам. Это его блистательные иллюстрации к Анне Карениной Толстого. Это художник трудной судьбы, который шел к своему призванию, преодолевая неимоверные испытания. И мы сейчас являемся свидетелем его действительно гения, процветшего уже в зрелые его годы. Это его совершенно уникальные иллюстрации середины 50-х годов. Никто, как он, не иллюстрировал Толстого. И это манера, которая предвоспитила наш сюрреалистический кинематограф и нашу анимацию таких мастеров, как Нордштейн. Фактически, каждая иллюстрация – это только название иллюстрации. На самом деле, это внутренний ассоциативный ряд, если угодно, такой скрытый, концентрированный, спрессованный фильм о каждом эпизоде, где текст живет в динамике линий, света, каких-то мистических проявлений пространства художественного Алексеева. Действительно, Алексеев был величайшим мастером света, мастером пространства. И он сумел в каждой своей работе, в каждом афорте, в данном случае афорте с эклатентами, тут представленной, действительно, сумел передать всю динамику и весь видеоряд. Его работы звучат, поют. Вот, например, тут кабинет Стивы изображен, и мы видим сон Стивы. Вот этот мистический свет, который как бы падает с неба. фактически крыши нет, если приглядеться, очень интересно, фактически нет крыши, и мы видим небо над кабинетом. То есть стены кабинета как бы становятся домами, пространство преображается, каждый стул, каждый стол являются живыми существами, и в итоге мы получаем вычеловеченное, некое оживленное, одухотворенное пространство. Для Алексеева не существует неодушевленных предметов, все живет в его замечательных работах. Поэтому я считаю, что организаторы выставки сделали большое дело, они действительно вернули нашего замечательного художника, нашего гения, который давно уже известен всему миру, и только у нас, к сожалению, неизвестен широкой публике. Надеюсь, что это только начало вот этой прекрасной инициативы, и думаю, что ряд подобных выставок, конечно, послужит делу возвращения нашей подлинной культуры в наше сложное время в ее колыбель.